Секунду, я поставлю запись. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас вторник, закрыли мы предыдущий месяц. И первое, что я хотел бы вам объявить, это то, что мы сделали действительно, сегодня у нас был сбор лидеров структур, соответственно, всех могу поздравить, мы увеличили объем за предыдущий месяц в два раза. Я подчеркиваю, в два раза. Уровень инвестиций увеличился в два раза. Поэтому можете все-все-все, мы всех, все сами, и вы, и мы, и все поздравляем друг друга с тем, что мы сделали за предыдущий месяц. Но то, что у нас, сейчас мы перешли с вами, дорогие друзья, на цифры я не озвучиваю, по одной простой причине, что эти цифры называть не рекомендуется. Но мы удвоили объем. Удвоили объем, и это очень и очень важно. За счет той работы, которую мы провели, за счет того, что была смена этапа, за счет того, что, к сожалению, сейчас я не могу сказать, что Россия дала больше всех результатов, но в любом случае это здорово, это супер. И хочется назвать такие, знаете, небольшие цифры, что небольшая страна, небольшие страны европейские буквально, которые, ну, сравнимы с размером города Челябинска, в котором я живу, дают объем больше, чем Россия. За державу обидно, немножко, чуть-чуть. Итак, дорогие друзья, сегодня мне хотелось бы, конечно, поговорить прежде всего о том, что происходит вообще на рынке. Сейчас все мы задействованы в рынке криптовалют, криптотехнологий, технологии блокчейн и так далее. Я прав или нет? Скажите, насколько вам это интересно? Просто поставьте единички, что вам это интересно. Технологии блокчейн, рынок криптовалют и так далее. И то, что сейчас будет происходить в ближайшее время. Но в то же время, дорогие друзья, я прошу вас относиться к этому с определенной долей, скажем так, реальности, даже не скептицизма, а реальности того, что происходит. А теперь у меня будет вопрос. Пожалуйста, мне напишите. Вот в той рассылке, которую вы сегодня получили, там был небольшой ролик 42-й минуты Виктора Тарасова по поводу технологий блокчейн, использования этой технологии в Skyway и вообще о том, что он говорил там буквально в течение 5-ти, максимум 10-ти минут. Скажите, кто это не прослушал? Не прослушал? Поставьте единички, кто не прослушал. Федор смотрел раньше, замечательно. Кто не прослушал? Поставьте единички, кто не слышал. Я вас очень прошу, дорогие друзья, послушайте это. Послушайте. Почему? Потому что завтра будет вебинар Алексея Суходоева, Леши Суходоева и Сибирякова Сергея Анатольевича, где будут ответы, ну, скажем так, предварительные, не то, что ответы на все вопросы, но будут ответы на те вопросы, которые вас очень-очень волнуют. Иллюзий питать не надо. Но понимать, что если мы сегодня на это не обратим внимания, то завтра мы можем опоздать, вот это очень важно понимать. И то, что делает Виктор Тарасов сегодня, надеюсь, с Божьей помощью, что все-таки он будет привлечен к, скажем так, к разработке, вот внедрению этой технологии, блокчейн-технологии, и даже в большей степени по тем вопросам, которые касаются ICO, именно ICO, то есть это очень-очень важно. Если вы слушали этот ролик, просто поймите, как говорит Виктор Тарасов, что я ничего не могу вам сказать сегодня по одной простой причине, что он, ну очень, как это правильно слово-то, он свой не имидж, а вот именно серьезность того, к чему, ту информацию, которую он дает, то, чем он занимается, это для него очень важно. Если он скажет А, то он должен будет отвечать за свои слова. Это его репутация, Станислав, Стас, спасибо большое, репутация. Его репутация имеет огромное значение для него. Почему? Потому что, ну потому что он такой человек, он является финансовым консультантом крупнейших банков, и то, что они делают сейчас совместно, совместно с, ну скажем так, с представителями банка ВТБ, это очень-очень серьезно. И ближайшее максимум 2-3 недели, это будет серия вебинаров, серия вебинаров, я подчеркиваю, серия вебинаров, где мы с вами получим именно скайвеевцы, прежде всего скайвеевцы, и не только мы, получим инсайдерскую информацию, эксклюзивную информацию о том, что порекомендует Виктор Тарасов. А его рекомендации стоят очень и очень многого, по простой причине, что соотношение риск-доходность, его слов, его действий, ну аналогов не только на постсоветском пространстве, даже аналогов в мире, я бы сказал, что просто-напросто нет. То есть соответствие риск-доходность, я подчеркиваю, риск и доходность, которые он дает, не только он, но и его команда. Вот это, вот просто я рекомендую вам, послушайте, послушайте. Поэтому завтра, завтра всех, но прежде всего, я на завтра всех приглашаю на эти вебинары, Алексея Суходоева и Сибирякова Сергея Анатольевича. И плюс к этому, дорогие друзья, в интернет появилась такая информация, типа того, что Виктор Тарасов как бы противоречит той информации, которую дает Сибиряков Сергея Анатольевича. Это бред полный, такого не было нигде, вы нигде не услышите, не увидите эту информацию, это какие-то фейковые, там, я не знаю, новости. Прошу, пожалуйста, относиться к этому с пониманием и просто слушать первоисточники. Первоисточники – это вебинары Виктора Тарасова, вебинары Сергея Анатольевича Сибирякова, Алексея Суходоева, слушать и сравнивать. Почему? Потому что это очень важно. И те, еще раз подчеркнув, кто ослушал вебинары Виктора Тарасова, ну, можете отнестись по-разному, но это даст нам дополнительно очень мощный приток инвестиций, прежде всего Skyway. Прежде всего Skyway. Шибаркуля, да, Макс, Макс, приветствую тебя, дорогой. Вот Макс Задолбин, да, он сам из Кургана, но в данный момент он находится в армии, он работает по контракту. Макс, я тебя приветствую, я, может, так отвлекусь чуть-чуть. Почему? Потому что, Макс, в ближайшие дни я буду в Кургане, то есть как бы разворачивать работу в Кургане и в Курганской области. И хотелось бы с тобой тоже быть на связи, пообщаться с своими друзьями, родственниками, знакомыми, непосредственно из твоего родного города. Да, вот. Осталось полтора месяца служить замечательно, чудесно. Макс Задолбин, это Задолбин, он действительно, он еще, как бы сказать, начинал заниматься трейдерством, трейдерством три с лишним года тому назад, и очень успешный был, и мне так хочется, чтобы ты скорее вышел на гражданку и примкнул к нашей команде, к Магасуму Агузель, к Виталию Серову, к Виктору Тарасову. И вот это было очень классно. Макс, спасибо большое, что ты откликнулся, написал. Я немножко, ребята, отвлекся. Так вот, теперь я бы хотел, вы знаете, немножко поговорить о том, что будет в ближайшие дни, и почему я отменял вебинары, некоторые вебинары. Ну, было, конечно, и по техническим причинам, а было просто по причинам того, что не было достаточно материала для того, чтобы сказать, ребята, вот теперь мы делаем то-то, то-то, то-то. Помните, да, мои тренинги, которые я давно уже не проводил, ну, по разным причинам, пока не буду об этом говорить, но методологии сделок и методологии контактов с людьми, они очень важны для понимания большинства людей. Я сейчас не беру европейскую часть, то есть Европа – это отдельный разговор, это отдельные методики, где работает Северяков Савьян Анатольевич, где работает Инета Аджана, где работает Ирина Волкова, Владимир Маслов и так далее. То есть у них там как бы все это получается, это у нас, но я как бы говорю так, у них. Но по России мы как-то, у нас несколько другой менталитет, несколько другой менталитет, и хотим мы, не хотим, но для нас важна определенная система, которая бы срабатывала. Она работает и на Западе, то же самое, но связано это с переводом еще дополнительно, поэтому я как бы этот рынок для себя особо не рассматриваю. Хотя у меня, вы знаете, кто знает меня, у меня структуры по двум моим собственным компаниям были практически вся Европа, охватывали всю Европу и все страны, фактически СНГ. И вот вопрос о том, что необходимо сделать для того, чтобы у нас люди больше приходили к нам, больше нам доверяли, что для этого необходимо сделать, какие нам нужны наработки, какие нам нужны нюансы для закрытия сделок, для закрытия встреч по телефону. И как помните, я говорил на, знаете, маленьком таком анонсе, звонить кому-то, не имея заготовки, ответов на вопросы, это все равно, что прыгнуть без парашюта с самолета. Это одно и то же. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Звонить кому-то, вы звоните по телефону, вы боитесь звонить даже. Почему? Да по одной простой причине, вы толком не знаете, что сказать. И все это начинается с типа того, что я что-то там предлагаю, чего-то непонятно кому-то, непонятно для чего-то и так далее, и так далее. Вот кто скажет, что это не так, я просто-напросто очень удивлюсь этому. Не то, что я буду там возражать что-то там или доказывать, я ничего не хочу никому доказывать, но это есть де-факто. Почему я могу это говорить? По одной простой причине, что создавая команды в десятки тысяч человек в месяц, к сожалению, вот непосредственно здесь Skyway, все поменялось. И вот это все время я занимался наработками именно, скажем, таких речевых моментов, которые необходимо для завершения сделать, для отработки возражений, для того, чтобы 90% людей, с которыми мы начинаем общаться, хотя бы обратили на это внимание, для того, чтобы мы могли грамотно ответить на те возражения, которые будут, не которые придут к отаду, а которые будут. Мы это знаем. Какие могут быть возражения? Что человек может сказать? Я думаю, что мы все с этим согласны, что мы заранее знаем, что нам могут сказать. А вот для того, чтобы нам ответить на те возражения, которые мы слышим, необходимы шпаргалки на столе перед нами. Кто с этим согласен, поставьте, пожалуйста, плюсики, просто плюсики. Если бы у вас были заранее готовы вот такие вот заготовочки, как у меня записано, вот, допустим, на сегодняшний день, вот у меня заготовочки записаны. Сегодня я общался с огромным количеством людей. Из них с огромным количеством, ну, это я скажу, что это было 6 человек. Из 6 человек 2 человека у меня сегодня прошли регистрацию. Почему? Потому что я вроде как могу общаться с людьми. Я понимаю, что надо говорить, но в любом случае, имея определенные заготовки, мне это дается в десятки, в сотни раз проще, нежели тогда, когда мы говорим, как говорится, кидаемся в холодный омут с головой, не понимая, что будет происходить дальше. И когда мы имеем шпаргалки на столе, помните, я об этом говорил в свое время на тренингах очень часто. Вот то, что я говорил, многие люди записывали, но в рассылках я это ни разу не давал. Ни разу. То есть ни на почту не отправлял, никуда. Почему? По одной простой причине в свое время я это продавал, потому что я ценю свое время, я ценю свой опыт, я ценю свои наработки. Может быть, это не лучшие наработки, но я всегда говорю, цените по результату людей, по результату. А что вы сделали? Как Виктор Тарасов говорит, вы супертрейдер, вы супер, я не знаю, гуру в финансовом мире, покажите свои результаты. Покажите результаты. И вот для того, чтобы вам что-то показать, я должен сам сначала сделать это в рамках Skyway. Именно Skyway. Используя те нюансы. Вот у нас все совершенно по-другому. В сетевом маркетинге, чисто в сетевом маркетинге, я гуру. То есть я могу что угодно преподнести, что угодно продать, что угодно, как угодно замотивировать. А вот здесь я терялся, немножко терялся. Для этого мне нужно было время, для того, чтобы понять элементы финансовой грамотности. Почему очень важно приходить и слушать, что такое все те вебинары, которые проводят Виктор Тарасов, Магасума Гузель и Виталий Серов. Вроде при чем здесь рынок недвижимости? При чем здесь какие-то другие нюансы? Но они важны в жизни. Они настолько важны, что дают нам очень большое понимание многих моментов. И задайте вопрос, а есть ли у вас капитал? Говорят, нет. А почему нет? Потому что вы очень умные? Или что? Что происходит? А может быть стоит вникнуть в это? И хотя бы пройти вот вводные курсы, пройдя вводные курсы, они, кстати, бесплатные, по-моему, больше не будут. Насколько я знаю уже, у себя Гузель улетает сегодня ночью, она улетает к мастеру, вернется из Бухары через неделю где-то. И вот это следующие вебинары. И, ребята, вот там послушайте, еще раз прошу вас вот этот ролик Виктора Тарасова, то, что я скинул в рассылке, 42-й минуты, особенно о том, что он говорит. То есть максимум через 2-3 вебинара будет полнейшая информация вот именно по криптотехнологиям, по инсайдерской информации, которой он владеет. Это очень важно нам, всем SkyWaves важно понимание, что будет происходить дальше. И завтра, я еще раз напомню, завтра, дорогие друзья, завтра Клеша Суходоева, Алексея Суходоева и Ксебрякова Сергея Анатольевича приглашайте всех своих партнеров, всех абсолютно. Почему? Потому что то, что созданы чаты по криптотехнологиям, это здорово, замечательно, но присутствуя в этих чатах, я начинаю понимать, что там столько воды, условно говоря, общей информации, которая дает понимание, что такое крипторынок, что такое технология блокчейн, что такое токены, что такое криптовалюта, это все здорово, замечательно, это надо знать. Но, если мы не можем это подать, ну, буквально в течение пяти минут понимания, что это такое, значит, информация ни о чем, значит, мы ей сами не владеем. И вот это сжать, этот гигантский комок вот этой информации в простые понятия, вот я слушал то же самое, что Манько, Сашу слушал, замечательно, чудесно, полтора часа информация идет, здорово, информация полезная, нужная, но вот сжать все это в пяти минутный ролик, пять минут, и вы должны понимать, что это такое. Если мы сделать это не можем, значит, извините, мы сами не владеем этой информацией. Хотите вы это или нет, но это так, это де-факто. Поэтому я прошу вас, входите, вот на все вебинары переходите, все это слушайте, все это осмотревайте и в конечном счете десятый этап будет сумасшедший этап. В хорошем смысле слова сумасшедший. И если вы еще не открыли новые рассрочки, если ваши партнеры, которых у вас в структуре, в разделе статистика, ну, я считаю, минимум 70%, которые еще не приобрели ни одного пакета, прошу вас, свяжитесь, пожалуйста, с ними. Хавратов 1 октября сказал, что инвесторы договора на 400 миллионов долларов, как только деньги зайдут в компанию, вот может, сразу 16 этап закрытия входа, это действительно так, что вы скажете. Ничего не скажу. Еленочка, ничего не скажу. Это сказал Андрей Федорович Хавратов. Я с ним могу пообщаться, я с ним лично общаюсь, пообщаюсь, если что, могу что-то сказать. Вот когда будет официальная информация на головном сайте, вот тогда можно сказать. Мотивация хорошая, мотивация к чему? Ну, а я лично, вот мое личное мнение, я бы хотел, чтобы мы не перескакивали Стралову на 16 этап, у нас 15 этапов, вообще-то не 16, а 15 этапов. Посмотрите внутри кабинета. Так вот, исходя из того, что у нас 15 этапов, я бы хотел, чтобы эти этапы, это как прогноз есть, это прогноз консервативного, консерватора, в хорошем смысле слова, консервативного человека, который здраво оценивает все абсолютно. Виктор Тарасов, я говорю, Виктор Тарасов. Он говорит, что скорее всего, по его прогнозам, то есть последний этап у нас будет закрыт. Леночка, можете ему позвонить и спросить, что такое 16 этап. Я не знаю, что такое 16 этап. Вот, понятия не имею. И если кто-то может, ребята, написать, кто знает, что такое 16 этап, напишите, вы знаете или нет, да или нет. Я впервые об этом слышу, к сожалению. Наверное, я совсем ничего не понимаю. То, что на вебинаре сказал, а вы знаете, что это такое? Я могу вам дать слово, объясните, что такое 16 этап. Ну, что такое 16 этап? Нигде этого нет, ни в одном. Если кто-то это, вы знаете, это, как говорят, как глухой телефон. Это Андрей Федорович Хавратов мог сказать, это как бы понятие 16 этап, это переход уже, то есть закрытие технологий и переход, подготовка к выходу на IPO, на ICO, там может быть, и так далее, и так далее. Вот. Поэтому, что там есть, ну, Андрея Федоровича, пожалуйста, спросите. Тем более, что Андрей Федорович, как бы, это еще и свой бизнес, это хорошо, это здорово, это ни в чем обвинять, никого нельзя. Поэтому, может быть, внутри фонда Андрея Федоровича Хаврата, кстати, у меня там огромная структура тоже самое работает, я получаю там вознаграждение точно так же, но, дорогие друзья, ну, я посмотрю, я свяжусь и постараюсь уточнить, если вам это интересно. Вот. Поэтому, давайте на этом не будем заострять внимание, потому что мы говорим сейчас о том, что происходит, вот реально, то, что есть информация на головном сайте, то, что подтвердил Виктор Игоревич Бабурин, что технологии блокчейн у нас вводятся, подготовка ведется, что ICO у нас тоже подготовка ведется, и так как я очень много общаюсь с Виктором Тарасовым, поэтому, я, знаете, так все начинаю оценивать консервативно, довольно-таки консервативно. Я вам как-то говорил на вебинаре, что я почему-то вам не показываю на доске план вознаграждения, что вы можете заработать за ближайшую неделю. Сколько можете заработать? Можете заработать миллион рублей за неделю. Можете? Можете. Можете заработать 10 тысяч рублей. Можете заработать тысячу рублей. Я могу вам все это показать, это есть план вознаграждения, но заметьте, мы об этом практически не говорим по партнерке, практически не говорим. Может быть, это плохо, а может быть, это хорошо. И почему? Кто меня знает, он знает, у меня очень многие люди, где я ставил действительно рекорды по заработку, по чекам в первый месяц, приходя в компанию. Это практически чуть не 200, почти 300 тысяч долларов за первый месяц зарабатывать. Но в то же время здесь я об этом не говорю. Почему-то не говорю, а хочется говорить и в какой-то момент мы начнем об этом говорить. Почему? Потому что мы сейчас начинаем работать уже абсолютно легально, как говорится, абсолютно легально. И даже как у нас сейчас у региональных представителей, у нас сейчас секунду, даже я обозначу так, как у нас написано. Мы сейчас являемся, извините меня, региональными кураторами, региональными кураторами по регионам. И это возлагается, я говорю сейчас прежде всего про Skyway Capital, но это информация и в головной компании. Я думаю, что у Андрея Федоровича Ковратова тем более это есть. Региональные кураторы – это те люди, которые должны курировать весь свой регион, прежде всего свой регион. Так как я очень много времени провожу в Крыму, вот сейчас я больше времени нахожу в Челябинске. В Челябинске сейчас Курган и Уфа. То есть Уфа, хотя у нас есть региональные представители по Уфе, мы будем вместе с ними контактировать и развивать ближайшие регионы. Помните, знаете, да, как я на тренингах показывал лидеров, когда я общался с лидерами и показывал, как надо работать? Работать надо по спирали, вот таким образом. То есть развивать регионы по спирали. Начните со своего дома, со своей улицы, со своего города, потом ближайшие регионы, области и пошли страны и регионы. Вот хотите вы или нет, но основа бизнеса в этом заключается. Начинать надо с себя, с ближайших регионов. Может быть, что-то оговорились, да, Света, абсолютно верно. Так вот, дорогие друзья, сегодняшний наш вебинар посвящен тому, что простой теме, что мы сейчас, вот те, кто упустит вот этот момент, вот не могу я пока сказать, завтра, конечно, мы будем вместе слушать сегодня, то есть вернее, да, сегодня я общался с Сибиряковым Сергеем Анатольевичем, но эту информацию я не могу вам подать по одной простой причине. Я просто могу вам сказать, дорогие друзья, для того, чтобы в дальнейшем покупать токены, которые могут увеличить нашу капитализацию, вашу личную капитализацию на порядок, а может быть на два порядка, ну как бы на два порядка, это очень такой, знаете, прогноз супер оптимистичный, но на два порядка, то есть если мы один токен, ну условно говоря, условно говоря, один токен приобретаем за один доллар, извините меня, это сторонняя организация, то мы за один токен будем давать одну акцию. Вы можете представить себе вообще, что может произойти и почему, почему именно, вот сегодня я шпаргалочки себе тоже писал по поводу того, как определять, я больше чем уверен, что как минимум 50% людей, которые сейчас присутствуют на моем вебинаре, вы участвуете дополнительно в каких-то проектах, это хорошо, ребята, рискуйте, иначе ничего не будете иметь, рискуйте, пробуйте, набивайте шишки, теряйте деньги, в конечном счете вы все равно придете к истине. Но на что надо обратить супер особое внимание, это на команду, на команду тех, вам что-то предлагают, вам предлагают заработки прямо сегодня, 30% в месяц, там кэшбери и так далее, там огромное количество компаний, которые, я про них ничего так не говорю, просто говорю, там квестер холдинг и еще огромное количество компаний вам предлагают заработок прямо сегодня, не завтра, а сегодня, там 0,4% в день, 1% в день, чуть не 10% в день есть предлагают, Это я не осуждаю, все нормально. Но вы хотя бы посмотрите, а что за команда, которая создала этот проект? Насколько они профессиональны? Какая их история? Какую степень ответственности они готовы нести по отношению к инвесторам, к тем людей, которые вкладывают деньги? Вот я просто сейчас обозначаю, на что обращать внимание? На команду разработчиков, на команду тех людей, которые все это контролируют, на тех людей, которые возглавляют данный проект, их историю. Все это можно погуглить, найти в интернет. Вот я задаю такие вопросы, и люди зачастую не знают. Ну как, говорит, он там чуть не там кто-то, что-то, начинаешь гуглить, а никто ни о чем. И кто он такой, никто не знает толком. Так вот прежде чем принимать такие решения, вкладывать большие деньги куда-то во что-то, или небольшие даже деньги, посмотрите. Насколько их профессионализм в той или иной степени, и какую степень ответственности они готовы нести перед вами. Это откройте у нас, пожалуйста, инвестиционный меморандум, договор инвестирования. Откройте и почитайте, какая у нас доля ответственности. Но я уж не говорю про ту команду, которая у нас есть. Это начиная с Юницкого Анатолия Дуардувича, и заканчивая, ну заканчивая кем? Ну, наверное, я не знаю, кем заканчивать. То есть у нас количество профессиональных людей, которые работают в команде Анатолия Дуардувича Юницкого, исчисляется уже сотнями. Сотнями, да, сотнями, я бы сказал так, сотнями. Сотними. Это профессионалы высочайшего уровня, которые очень ценят свою компетентность, свой имидж, свой... Как там писать, все это слово никак не могу запомнить. Как Виктор Тарасов говорит, это мой не имидж, а еще раз напишите, как это называется. Это действительно так есть. Это первое, на что стоит обратить внимание. Второе, цели команды. Вот наша команда, Анатолия Дуардувича Юницкого, команда. Да, вот, Володя, спасибо. Четыре вопроса. Кто учредитель, где зарегистрирована компания, какой установлен капитал и когда закроется? Когда закроется? Замечательно, чудесно, здорово. Второе, цели команды. Какие цели? Насколько они большие, перспективные и насколько это капитализируемо? Вот это тоже важно. Что вы создаете? Что? Просто заработать денег? Большинство говорят так. Для чего пришли? Для того, чтобы заработать денег. Сколько денег? Когда? И когда они закончатся вообще эти деньги? Заработав сегодня, куда вы их внесете? Как вы им грамотно распорядитесь? То есть цель команды, она должна быть гигантская, большая, но с достижимыми, поэтапными результатами. Вот это очень важно. Насколько глобальна наша цель? Ребята, вы сами знаете. Если не знаете, посмотрите, сын новички, посмотрите, что мы создаем. Мы создаем самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. Это слова Анатолия Беларчиницкого. То, что сделали вместе Цифинсон, Форд и Боинг. Это три гигантские отрасли. Я бы сюда подключил еще и морской транспорт, и оборонку, и Алмаз-Антей, и так далее, и так далее. То есть какова масштабируемость нашей идеи, которая сейчас уже превратилась практически в реальность. Это не местнические какие-то уровни, такие, знаете, небольшие глобальные компании, не глобальные компании. Это глобальные рынки с неограниченным потенциалом. Мы создаем глобальнейшие, охватываем глобальнейшие рынки практически с неограниченным потенциалом, как говорит Анатолий Беларчиницкий, это то, что будет приносить дивиденды нашим детям, нам, нашим детям и внукам. И это так и есть, де-факто. Почему? Потому что то, что мы создаем, нужно всем. И нам всем должно быть понятно. Вот задайтесь вопросом, где бы вы ни участвовали, вам должно быть понятно, за счет чего наши акции или же, я подчеркиваю сейчас, наши токены должны расти в цене в будущем. За счет чего? За счет того, что капитализация группы компаний Skyway с каждым построенным новым километром, с каждым новым освоенным месторождением ценных, полезных, ископаемым, с каждым освоенным портом, построенным, с каждой скоростной трассой будет увеличивать капитализацию компаний все больше и больше и больше. И как говорит Сибиряков Сергей Анатольевич, нам работы хватит на ближайшие десятки лет с нашей командой. Я подчеркиваю, десятки лет. Не один, два, три года. И вот, кто уже у нас, ребята, с самого начала, вы понимаете, все, что декларируется, все делается, все абсолютно. и нам должно быть понятно, за счет чего. И нам, и вам должно быть, если вы где-то еще участвуете, за счет чего будут расти наши токены и, или наши акции в цене. Виктор, что значит реструктуализация акций в компании Skyway? Не пойму, в чем это вопрос, но, если что, Виктор, отдельно обратитесь, я вам отвечу на ваш вопрос, надо расшифровать его. И плюс к этому очень важны необходимые условия открытость, открытость компании, открытость компании. Когда мне предлагают какие-то проекты, я их предлагаю чуть не каждый день, я спрашиваю, а покажите мне юридическую подоплеку компании. Ну, что-то показывают, что-то. Я не говорю, что это плохо, хорошо, но вроде как ничего. Я прошу вас, пожалуйста, дорогие друзья, а есть ли у вас налоговая аудиторская отчетность? Вот вы сами задумывались об этом, спрашивали у кого-то? Аудиторская отчетность, налоговая отчетность в том государстве, в том компании, это зарегистрировано. Есть или нет? У нас это есть, и вы это знаете. Просто задумайтесь об этом. Это не значит, что не надо нигде участвовать. Рискуйте, участвуйте, зарабатывайте, или, извините, теряйте свои деньги, но об этом думайте. А знать бюджет проекта, вот какой бюджет проекта, вот задаю вопрос, какой бюджет проекта, особенно то, что связано с выходом на ICO, сейчас это очень популярно. Пожалуйста, спросите, какой бюджет проекта? До его реализации. И при этом должна быть прозрачность, должна быть информация, как у нас, ежедневные практически новости, видео, аудиоотчеты и так далее, и так далее. Есть это в компании или нет? Это не значит, что я говорю, что где-то нет. Но просмотрите это все. И очень и очень важно, особенно сегодня, вот завтра на вебинаре, я думаю, вы это услышите, я сейчас не могу раскрывать всех нюансов, которые мне сказал Сибиряков Сергей Анатольевич, он завтра все об этом будет говорить, но это так называемое пре, как говорят, при ланч, привлечение средств перед официальным размещением, то есть какие дисконты, до выхода на ICO, до выхода на IPO, но сейчас нам еще более интересен большинству людей выход на ICO, да? Вот, ребята, давай сейчас не будем питать иллюзии, будет выход, не будет, но если это будет предварительное размещение, а мы будем владеть этой инсайдерской информацией, это действительно, как говорит Сергей Анатольевич, это позволит нам увеличить свои капиталовложения на порядок, по сравнению с тем, что вы, приоритая сегодня акции, вы имеете максимальный дисконт, и плюс к этому максимальная позиция у вас будет перед выходом на ICO. Я, честно говоря, сейчас приостановился, тут какой-то большой репост вышел, не пойму от кого, да, вся наша ответственность не поверила, на самом деле не акции, не акции, не акции, не акции, ну, ну, это, знаете, это нормально, да, Роза, спасибо большое, тролли, это нормально, не будем осуждать, почему, потому что это нормальный, ответ человека, который, ну, вы меня извините, конечно, господин, я не знаю, как вас назвать, к сожалению, они, как правило, имен своих не называют, но, ну, как-то обращаться на нас к человеку, на Юни-Сауне в Париже, да, в Париж, да, замечательно, чудесно, вот, то же самое, ответить клуб по интересам и так далее, если не знает вообще человек истории, что-то пришел чисто для того, чтобы немножко потроллить, это тоже нормально, это его работа, и он ее выполняет для чего-то, либо же, ну, может быть, он заинтересуется, послушав информацию и соизводит в них, помните, да, знать не значит понять, понять не значит принять, то же самое, что человек, да, я знаю, или я не знаю, или думаю, что знаю, большинство людей таких находят в состоянии, думаю, что знаю, другого просто нам не существует, поэтому, дорогие друзья, сегодняшний вебинар, я хочу закончить, знать на таком призыве, первое, у вас есть шанс, действительно шанс, не загоняясь, спокойно, приобретать те пакеты акций, которые сейчас доступны, доносить информацию для своих друзей, родственников, знакомых, это очень важно, на десятом этапе, почему, потому что, то, что сказал Хавратов Андрей Федорович, это тоже имеет место быть, возможно, все абсолютно, но я бы лично хотел, чтобы, и как по прогнозам Виктора Тарасова, чтобы у нас был шанс приобрести как можно больше пакетов, а в дальнейшем и токенов, до выхода на IPO, и на ICO, а потом и на IPO, желаю всем хорошего вечера, такого, знаете, позитивного настроения, плюс к этому уверенности, вот уверенности в чем, ребята, мы это уже создали практически, все, идут ходовые испытания, больше того, идет сертификация, то, к чему мы шли три с лишним года, идет сертификация, как только она проходит, вы хотите вы или нет, но я тут же вылетаю в Крым, по одной простой причине, что уже аргументов не будет, потому что все чиновники упираются в сертификацию, когда будет, когда будет, вот она, сертификация есть, а теперь скажите, назовите хоть одну причину, чтобы не внырять в нашу технологию, в Крыму, на Южном Урале, я не знаю где, в Сибири, где, по всему миру, назовите хоть одну причину, если это причина, вам хочется побольше струблить бабла, извините, грубо за выражение, может я выражаюсь, то есть распилить какие-то деньги, это одно, если вы хотите принести благо себе, своему народу, всему человечеству, то, извините меня, отговорок быть не может, назовите причину, не обратить внимание сегодня на то, что создали, мы с вами имеем право на получение дивидендов, имеем право сказать с гордостью, что мы это создавали, мы это создали, благодарю всех за внимание, с вами был Григорий Мирошниченко, город Челябинск, группа компании Skyway, и до встречи завтра на вебинарах Сибирякова Сергея Анатольевича и Алексея Суховича. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сибирякова Сергея Анатольевича Корректор А.Егорова Сибирякова Сергея Анатольевича Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова